Когда-то местные детвора играли в салки и казаки-разбойники. Теперь игры другие, но сплоченность та же. Причем не только среди детей, но и среди взрослых. Как в таких условиях пропустить День соседей? В деревне Пестовы этот праздник стал доброй летней традицией. Расскажите, как деревня меняется, в лучшую сторону или в худшую? Здесь много молодых семей, много детей у нас. И поколение уже поколением меняется. Им нравится, им летом отдыхать некогда, а зимой мы отдыхаем. У нас группа здоровья, там три группы. Ходим мы по деревне, занимаемся ходьбой. И летом есть чем заняться. Но понимаете, дети это мое. Всю жизнь я отдала детям. Поэтому пока я могу, пока я хожу, пока я чувствую, что детям я нужна, я буду с ними. Во-первых, я помогаю родителям. Смотрю за младшей сестрой. И во-вторых, гуляю здесь, на площадке. Раньше мы гуляли на своей улице, на маленькой площадке, где была всего лишь одна маленькая качелька и один маленький турник. Друзей у тебя много? Почти вся деревня. Я общительный человек, но очень стеснительный. Ну а зимой, когда все снегом занесено, тут какие есть занятия, какие дела, что вы делаете? Ну, сходим по улице с сестрой, по сугробам валяемся. Я ей построила снеговика. Она так удивилась. Как считаешь, деревня дружная, жители дружные? Очень дружные. Деревня – это как в школе одноклассники. Отметить праздник по-соседски. Это значит собрать живущих рядом за общим столом, организовать и развлечь. В этом году День соседей ознаменовался еще одним приятным событием – открытием детской площадки. Ребята уже решили, организуют здесь дискотеку. Комплекс удалось построить в рамках программы поддержки местных инициатив. Впрочем, замыслы местных жителей за рамки ППМИ выходят. Забор мы придумаем, клумбы мы сделали, но будем садить цветы. У нас этим будет заниматься Лена Крылова. Будем делать, может быть, волейбольную площадку, то есть сетку, но это все очень дорого. Соседи помладше подготовили песни и танцы. Соседи постарше организовали праздничные застолья. Был даже аквагрим. Для этого не пришлось никого приглашать. У художницы Марии Блиновой в Пестовых дача. И она отдыхает здесь каждое лето. Мы с мамой в основном садим картошку, различные овощи. И также я участвую здесь в различных праздниках. Ты, наверное, здесь вот с детства или вы недавно? Да. Я с самого детства, когда еще была очень маленькая. Катались на велосипеде в основном со всеми ребятами. То есть там были от мала до велика. Потом очень любили играть в футбол и ходили к каждому и там ели яблоки. Кто-то мечтает покинуть родное гнездо, чтобы покорять большие города. А кто-то уверен, спокойнее и лучше места, чем этот уголок под сенью берез, не найти. Лучше жить в деревне. Тут, во-первых, меньше машин ездить, меньше выхлопного газа. Тут больше людей знакомых. И ни с кем не можешь поссориться. Если ссоришься, так быстро миришься. У нас вообще люди все помогают друг другу. Вот попроси у одного человека что-то, он тебе сразу же поможет. Если у него нет, он предложит человеку, который, возможно, тебе может это сделать. В Европе День соседей отмечают уже более 20 лет, пропагандируя таким образом укрепление дружбы и взаимопомощи между людьми, которые живут рядом. В Пестовы этот праздник пришел лет 6 назад. Здесь уверены, большинство проблем можно решить сообща. А уж радости и веселье тем более стоит разделить.